На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Государственной Думы Вячеслав Петисов провел очередной прием граждан. Вячеслав Коксаныч самое главное, что услышал существующую проблему. Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж денег из терминалов. Вы причастны к совершению кражи денежных средств из терминала? Никогда. Танцевальный коллектив «Жемчужина» отметил 25-летие творческой деятельности. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский принял участие в приеме граждан, который провел депутат Государственной Думы Вячеслав Петисов. Такой подход к диалогу с жителями показал свою эффективность и стал традиционным. Глава округа помогает депутату полнее понять картину событий, происходящих в муниципалитете. На прием к депутату Государственной Думы Вячеславу Петисову люди в большинстве случаев приходят с личными проблемами и часто их решения находятся прямо за этим столом. Но нередко обращение граждан требует рассмотрения на более высоком уровне. А потому задачи подобных встреч депутат сформулировал предельно кратко. У нас хорошее взаимодействие с Алексеем Петровичем, с главой. И даже те вопросы, которые относятся на конкретный разговор, тоже они заранее проговариваются, чтобы не было ни для кого сюрпризов. И готовятся решения, которые, нам кажется, должны были в той или иной степени устроить людей. Потому что не всегда зависит это от прямого, так скажем, решения местной власти. Да, это может быть иногда и федеральный уровень, но и генпрокуратура и так далее. Александр Савин пришел к депутату с просьбой о создании в округе бесплатной хоккейной школы. По его словам, посещение сыном коммерческой секции сильно бьет по бюджету семьи. Как выяснилось на приеме, в администрации муниципалитета не только работают над этим вопросом, но и рассматривают возможность возведения ледовой арены, где дети смогли бы заниматься бесплатно. Занимаемся созданием школы хоккейной. Более того, она уже зарегистрирована. Если поддержать у нас обращение по поводу льда, я понимаю, что не быстро этот ответ дадим. Да, спасибо большое. Школу создадим. В свою очередь Вячеслав Фетисов обещал посодействовать в вопросе создания секции, ведь и сам он в прошлом хоккеист. Естественно, что гость не ушел без небольших, но ценных подарков. Фотографии на память и автографа прославленного спортсмена в его книге. Вячеслав Александрович, самое главное, что услышал существующую проблему, понял, чего не хватает детям для развития. Я очень надеюсь, что у нас все вместе получится. Будем надеяться, что все получится и у семьи Рязановых. Дима инвалид по слуху. Ему требуется специальный курс обучения и реабилитации. В Москве и области существуют медицинские заведения, где такой курс можно пройти, но они расположены далеко. Для того, чтобы создать условия для занятий в округе, необходимо вмешательство депутата. Вопрос сделал депутатский, да, Минпрос. Тема понятна, и она не только касается ребенка, но, наверное, она и системная уже. Помимо озвученных проблем, на этом приеме Алексей Спаский и Вячеслав Фетисов рассмотрели вопросы, связанные с экологией и генеральным планом округа, строительством социальных объектов и развитием спорта. Люди приходят сюда, потому что уверены, ни одно обращение не останется без ответа. Всегда надо понимать, что человек, пришедший на прием ко мне к главе, к депутату Государственной Думы, он уже прошел какие-то инстанции, то есть он помыкался, да, постучался в двери какие-то и не решил, он не имеет пока ответа на свой вопрос. Поэтому он, конечно, приходит за тем, чтобы ему ответ на этот вопрос дали, ну, в хорошем смысле решили. Депутатские приемы проходят на постоянной основе каждый месяц. Чтобы пообщаться с Вячеславом Фетисовым, необходимо предварительно записаться и рассказать о своей проблеме. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Образовательный праздник на тему здоровья прошел в Видновской детской поликлинике. В игровой форме ребятам напомнили правила гигиены, а их родителям провели лекции терапевты, эндокринологи и неврологи учреждения. Подробности в нашем сюжете. Что кроме зубок еще надо чистить в ротике? Так, рассказывай. С помощью мягкой игрушки юные видновщане показали, как они чистят зубы. Доктора поправили, ребята рассказали, как нужно ухаживать за полостью рта и как часто ходить к стоматологу. Педиатры вместе с аниматором показали детям и родителям зарядку-профилактику плоскостопия. Кроме того, психологи провели арт-практику для маленьких гостей. Праздник со здоровительным уклоном прошел в Центре здоровья для детей на базе поликлиники. Мы запланировали тоже в нашем центре организовать такой праздник для детей, чтобы совместно обсудить вопрос, как мы можем улучшить свое здоровье, разобрать моменты, что нам мешает быть здоровыми и совместно сделать так, чтобы мы были все здоровыми. Между играми и практиками юные гости праздника прошли медицинское обследование. Со специальным оборудованием и дружелюбными медсестрами даже медосмотр превращается в развлечение. Например, объем легких здесь измеряют при помощи специального приложения. Ребенок исполняет роль волка, которому нужно сдуть крышу с домика трех поросят. Мы можем померить рост, можем померить вес, померить артериальное давление, уровень сахара крови. Также проводятся специфические методы исследования биоимпедансиметрии, которые позволяют выявить процентное соотношение в теле человека воды, уровня жира, уровня мышечной ткани. Также всем желающим провели исследования на кардиовизоре и измерили артериальное давление. На основании обследования родители получили индивидуальные рекомендации по питанию и образу жизни ребенка. Кроме того, пока дети играли, мамы и папы прослушали лекции терапевтов, психологов и неврологов, а также задали вопросы, на которые зачастую не хватает времени на обычном приеме у доктора. За 15 минут отводимое на прием мы не можем все вопросы обсудить, рассказать, показать. На этих лекциях мы можем подробно обсудить, как поступать, что делать, какие мероприятия нужно, начиная с периода рождения до взросления проводить. Медики Центра здоровья для детей рассказывают, такие образовательные праздники будут проводить на протяжении всего лета. В планах приглашать на лекции не только терапевтов, но и узких специалистов. Расписание мероприятий можно найти в телеграм-канале или на сайте Центра. Олеся Попова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Продолжим тему с нашим гостем в студии, заместителем главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической сети Еленой Зинатульной. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Сейчас, насколько я знаю, наблюдается нехий спад заражения новой коронавирусной инфекцией. Стоит ли людям расслабляться или все-таки стоит задуматься о проведении вакцинации? В действительности, в нашем Ленинском городском округе на сегодняшний день спад заболеваемостью случаев вообще за прошлую неделю было 52. Это очень мало. Но, тем не менее, говорить о том, что мы полностью ликвидировали ковид, мы не скажем. И когда мы смотрим наши статистические данные, что мы еще коллективный иммунитет, тот, который должен быть среди нашего населения, чтобы предотвратить вообще полную инфекцию, у нас еще не достигнут. К сожалению, 60% мы не достигли. Поэтому расслабляться очень рано, а люди в действительности расслабились. Мы видим сильное снижение явки на вакцинацию повторную. И очень призываем все-таки задуматься о своем здоровье и прийти и проревакцинироваться, сделать эту однократную вакцинацию, чтобы повторно не заразиться и не получить те осложнения, которые были при Дельташтаме, когда достаточно серьезно у нас протекал ковид. Все пункты вакцинации у нас также работают, по тому же графику, который мы предоставляли раньше, и по выходным дням. Поэтому я думаю, что особенно те пациенты, которые уже тогда сделали вакцинацию, и они перенесли ее достаточно нормально, нужно прийти и пройти повторную ревакцинацию. Те, которые в том году ревакцинировались, уже прошло 6 месяцев, и те, которые переболели, и уже от момента перенесенного заболевания прошло более 6 месяцев. Но, насколько я знаю, люди расслабились не только в плане вакцинации, но и в плане прохождения диспансеризации. И, насколько я знаю, совершенно напрасно. Очень даже напрасно, хотя у нас прекрасно после капремонта отделение профилактики во взрослой поликлинике на четвертом этаже. Если даже в марте, в апреле мы действительно видели, как-то народ активнее шел на диспансеризацию, сейчас прям просто очень мало. Но цифры, если сказать, вот даже по проведенной статистике, которую мы провели за эти 5 месяцев, прошло около 10 тысяч у нас, значит, жителей, диспансеризацию, только вот выявленных сахарного диабета, впервые поставленный сахарный диабет, у нас 250 человек. Это много. Это много. Потом онкологию выявили у 38. И очень радует, что более 50% из этих вот 38 людей были выявлены на первой и второй стадии. Именно на диспансеризации можно выявить на первой и второй стадии и вовремя начать лечение. И в основном-то молочная железа. Это говорит о том, что маммографии надо проходить, надо сдавать очень много рака шейки матки, очень много рака желудка, ободочной кишки вот среди населения. Это говорит о том, что все после перенесенного ковида. Это вот те изменения со стороны организма человека, которые приводят вот к таким вот последствиям. Мы увидели очень много роста сердечно-сосудистых заболеваний. Вот впервые после диспансеризации, проведенной, впервые выявлены гипертонической болезнью тысячи человек. Это очень много. Из 10 тысяч, тысячи человек это много. Поэтому мы очень призываем наших жителей все-таки подумать о здоровье. Вот на эти цифры, когда смотришь, мы их анализируем, мы видим, что очень много и болезней органов дыхания, после бронхиальной астмы, хобала. Это все, конечно, после ковида вся иммунка меняется, весь обмен веществ, появляется сахарный диабет, появляются онкологические заболевания, выявляются заболевания органов пищеварения. Мы призываем пройти диспансеризацию. Диспансеризация проходит ежедневно на базе Южной поликлиники, на базе Взрослой поликлиники, в отделении профилактики, в специально отведенном месте. Значит, весь спектр обследований есть. Единственное, на сегодняшний момент у нас в Взрослой поликлинике демонтирован флюорограф для того, чтобы туда устанавливать новый флюорографический аппарат. Но это временные трудности. Сейчас идут ремонтные работы в этом флюорографическом кабинете под новый флюорограф. Я думаю, что нам летом в ближайшее время поставят флюорограф, и жители опять будут здесь проходить флюорографию. Поэтому временно это проходит на базе либо Южной поликлиники, либо Бутова парка. Но остальные все виды исследований, и биохимические анализы, и маммография, и спирография, и ЭКГ, это все проводится на базе нашей Взрослой поликлиники. Можно пройти в субботу. Вообще в субботу очень мало сейчас народа. Я понимаю, дачный сезон, но я думаю, что когда потратить 40 минут своего личного времени на свое здоровье, наверное, нужно и стоит. Лично ко мне поступают некоторые благодарности от жителей, когда обращались по каким-то вопросам, когда мы направили на профилактику именно для прохождения диспансеризации, и была выявлена онкология, причем на первых-вторых стадиях, и просто позвонили, поблагодарили за то, что лично я направила, и выявили онкологию, вовремя прооперировали, и вовремя начато было лечение. Поэтому призываю пройти диспансеризацию. Я думаю, что многие наши зрители, узнав, опять же, о такой статистике, я думаю, все-таки задумаются и, наверное, посетят лечебные учреждения, чтобы пройти диспансеризацию. Еще один вопрос, который я хотел бы обсудить и озвучить для наших зрителей, это вопрос программы «Активное долголетие». Как я понимаю, в рамках этой программы сейчас врачи проводят какие-то лекции. Можно поподробнее рассказать? Да, в общем-то, такой проект губернатора по «Активному долголетию». И мы вместе с администрацией Ленинского городского округа проводим еженедельные встречи по средам в парке, в нашем центральном парке, где туда выходят наши врачи, причем и заведующие поликлиники, где вопросы читаются в начале лекции по какому-то заболеванию или какой-то профилактической работе, а потом задаются те вопросы и ответы от жителей, которые их интересуют. Непосредственно все-таки организаторы здравоохранения присутствуют, руководитель подразделения. А нам нужна очень обратная связь от жителей, чтобы улучшить работу всех поликлиник и амбулаторий. Как говорится, открытые поликлиники. Мы должны быть открыты для людей, и люди должны получать обратную связь. И в рамках этого «Активного долголетия» со следующей недели у нас выходит с отпуска врач-гириатор Сахарова Надежда Юрьевна. Она будет тоже приезжать туда на встречу с этими пациентами нашими старше 60+. Читать лекции. И по возможности планируется выделение даже места там в Центральном парке, где она их может осмотреть, кому нужна будет до диагностика, пригласить в поликлинику и уже провести там диагностику. Одним словом, способов следить за своим здоровьем более чем достаточно. И ВРКБ постоянно работает над тем, чтобы жители могли, не имея никаких проблем, обратиться с любой просьбой к работникам медицинских учреждений. Спасибо вам большое, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заместителем главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической сети Еленой Зинатульной. Другим новостям. Подмосковные полицейские задержали двух мужчин в возрасте 25 и 33 лет, подозреваемых в совершении серии краж денег из терминалов. В ночное время злоумышленники отжали пластиковую дверь и незаконно проникли в продуктовый магазин, расположенный в поселке Дрожжино. Взломав информационно-платежный терминал, они похитили кассету, в которой находилось около 300 тысяч рублей, после чего скрылись. По данному факту следователям следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Есть основания полагать, что мужчины причастны к семи аналогичным эпизодам, совершенным на территории Подмосковья. Видновским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Начало летнего сезона отметили жители микрорайона «Зеленые аллеи». Детскую игровую программу «Солнечные лучики» подготовили представители местной управляющей компании. В рамках праздника ребята приняли участие в конкурсе «Рисунка на асфальте». На мероприятии побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Более 300 ребятишек собрались на этом празднике лета в жилом комплексе «Зеленые аллеи». В роли аниматоров сотрудники Дворца культуры «Города Видное», которые дарили детям хорошее настроение. Прекрасно, весело. Все очень хорошо организовано. Нам нравится. Особенно красивая. Идея организовать игровую программу «Солнечные лучики» принадлежит руководству местной управляющей компании. Поддержала инициативу и председатель общества инвалидов Ленинского округа Наталья Рящина. Это просто неописуемые впечатления. Масса таких положительных эмоций. Наши дети в восторге. Что нужно ребенку для хорошего настроения? Музыка и такие же довольные ребята вокруг. Игры, песни, танцы. Здесь было все. А еще конкурс рисунков на асфальте. Юные таланты буквально украсили сквер разноцветными красками. Больше 100 рисунков сегодня мы видели. Я член жюри. Хочу отметить, что тяжело оценивать рисунки. Все потрясающие, красивые. Призеров конкурса рисунков наградили грамотами. Все участники праздника получили сладкие подарки. Юлия Погасьян, Александр Логинов, Елена Кошелева. ЮНИТВ. Танцевальный коллектив «Жемчужина» отметил 25-летие творческой деятельности праздничным концертом. В честь этой даты на сцене детской школы искусств юные артисты показали свои лучшие номера. Подробнее о мероприятии в сюжете Натальи Буслаевой. «Жемчужина» Чувственная румба, кокетливый ча-ча-ча, страстные посадобы, львинские вальсы, медленный фокстрот. Жанровое разнообразие юбилейного концерта танцевального коллектива «Жемчужина» поражало воображение зрителей. У нас очень талантливые дети. Это такое счастье смотреть за их творческим ростом, за их спортивным ростом. И в нашем коллективе есть традиция помимо конкурсного, основного спортивного танцевания делать концерты. Мы работаем не только в рамках спорта, потому что наши танцы недавно вошли в Московскую федерацию танцевального спорта, и они называются «Спортивные». Руководитель «Жемчужины» Маргарита Звягинцева рассказывает, что идея организовать свой собственный коллектив возникла у нее еще в 16-летнем возрасте. С тех пор уже вырастило несколько поколений победителей и призеров многочисленных чемпионатов и соревнований. Очень хочу пригласить мальчиков в наш танцевальный спорт, потому что сейчас мы именуем его именно «Танцевальный спорт». У каждого воспитанника танцевального коллектива своя интересная история о том, почему они выбрали именно этот вид искусства. Часто попадались ролики про танцы. Мне очень понравилось. Я захотела заниматься этим спортом. У меня была подруга детства, которая пошла на танцы вместе со мной. И она была моей первой партнершей. Мы танцевали вместе. С самого детства я любила танцевать. Ездила на море, отдыхать. Там были дискотеки, на которых я очень сильно отжигала. Танцевала, маму звала на дискотеке. Если вижу, что у нее к чему-то способность есть, я стараюсь развивать ее со всех сторон. И привела ее на танцы. Она начала танцевать. Ей нравится. Я уже стараюсь. Надо ей платиться, платиться. Нужно ее там отвезти куда-то. Я везу, все дела бросаю. Программа концерта, посвященного 25-летию творческой деятельности коллектива, состояла из 14 красочных номеров. Выступления юных танцоров были наполнены необычайной энергетикой и продемонстрировали публике все разнообразие танцевальных направлений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Виднет-ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok